Всем мира, добра и любви! Сегодня у меня на обзоре очередная точилка для заточки ножей с сайта Алиэкспресс. Эта точилка в ценовом диапазоне до 50 долларов. То есть это бюджетный вариант точилки для заточки ножей. Но стартует цена на эту точилку от 28 долларов. То есть все будет зависеть от того, какую комплектацию вы выберете. Поэтому цена этой точилки даже немного ниже, чем точилки Ruixin Pro RX 008. То, что мне понравилось. Во-первых, это официальный представитель этого производителя точилок на сайте Алиэкспресс. Во-вторых, продавец очень быстро отправил вот эту посылку. В-третьих, она пришла мне безумно быстро в Украину. Это самая быстрая доставка, которая у меня была за последних полгода. Очень быстро. И то, что мне еще понравилось, это упаковка. Но здесь не надо спешить. Смотрится все очень аккуратно и прилично. Но надо открыть, чтобы посмотреть, что там внутри. Давайте это сделаем. Итак, как видите, упаковка действительно очень качественная. И здесь есть фирменная упаковка. Если не ошибаюсь, насколько я помню, от цены будет зависеть наличие вот этой упаковки. То есть, не у всех вариантов будет эта упаковка. Но, возможно, я и ошибаюсь. Открываем и смотрим, что уже здесь внутри. Вы уже увидели саму точилку. Вот она, как она смотрится. Здесь у нас инструкция. Да, упаковка реально качественная. Смотрите, внутри есть поролон. Здесь есть инструкция по сборке. Это очень хорошо, что есть рисунки. Не надо ничего читать, поскольку здесь все на английском. Но это все примитивно просто. Поэтому можно было бы и без инструкции все это собрать. Так, а теперь открываем и смотрим на качество точилки. Кстати, от цены будет зависеть также вот этот шарнир. То есть, есть два варианта шарнира. Я ссылки оставлю в описании под видео на разные вот эти точилки. А вы уже смотрите, какой шарнир вам понравится больше. Есть вот такой, в котором есть линейный подшипник. И как оно будет все работать, пока все вроде бы хорошо. Но будут ли какие-то люфты, какие-то нюансы во время заточки, мы будем смотреть, конечно же, поскольку мы будем точить ножи помощью этой точилки. Но этот шарнир мне понравился больше, поэтому я заказал вариант с вот таким шарниром. Здесь линейный у нас подшипник. А, как вы знаете, я люблю пользоваться этим линейным подшипником. И мой шарнир с линейным подшипником. И это один из лучших моих шарниров. Поэтому я думаю, что этот шарнир мне также понравится. Дальше, что есть в моем комплекте. В моем комплекте есть сумочка для транспортировки, я так понимаю. Вот такая. Дальше. Вот эти бруски. Что мне еще понравилось, что эти бруски, вот у меня их нет. То есть у меня нет ни одной точилки с вот этими брусками. Поэтому будет, получается, тест и точилки, и брусков. Это вдвойне будет интереснее посмотреть. Сколько бруски, я давно хочу себе отыскать какие-то хорошие водные камни. А это камни водные. Ну, по крайней мере, я так видел на сайте продавца. Там есть у него видео. И он размачивает камни. Поэтому я решил, что камни водные. И поэтому у меня максимальный комплект. Ну, не максимальный, но один из самых больших. Поскольку я хочу протестировать эти бруски, поэтому я выбрал себе вот комплектацию пошире. Есть и меньше. То есть не обязательно все эти бруски покупать. Ну, как качество. Вот если вот так смотреть на бруски, то есть только визуально. Вроде бы ровные, проклеены хорошо, в принципе целые. Хочу все пересмотреть, чтобы все было хорошо. И я рекомендую вам так же сделать перед заточкой. То есть на распаковке, чтобы если что-то не так, вы смогли... То, что они будут неровные, это так всегда с водными камнями. Их надо ровнять. Или же просто во время заточки смотреть, какой шире, какой уже, чтобы правильно выставлять углы заточки. Или компенсировать... Есть такие компенсаторы на точилках, чтобы толщину бруска компенсировать, если вы пользуетесь водными камнями. Поскольку водные камни, они стачиваются, крупные камни стачиваются быстрее, мелкие медленнее. И получается разница в толщине камня есть всегда, если вы пользуетесь водными камнями. Что касается вот этого держателя, я его видел, конечно же, перед покупкой. И мне он очень нравится, поскольку у меня есть такой же держатель. И работать реально прикольно с этим держателем. Почему? Потому что он идет двусторонний. И с одной стороны можно нацепить кожу, а с другой брусок. Единственное, что оно, когда вы меняете брусок, надо придерживать кожу. К сожалению, нет такого, чтобы отдельно отодвигать верхний брусок и нижний, поскольку я сверху бы всегда держал себе кожу для очистки во время заточки, а здесь уже рабочий брусок нацепил бы. Так. Собирается она, конечно же, очень просто. Мы сейчас еще будем проверять углы минимальные, максимальные и так далее. Если кто-то желает смотреть на новые точилки, которые выпускают китайцы, кому-то это интересно, подписывайтесь на канал, поскольку у меня скоро будут еще интересные точилки с сайта Алиэкспресс. в разных ценовых диапазонах. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Так. Ну, в принципе, все. Упаковка обалденная. Чтобы здесь что-то повредилось, это надо, конечно же, поиграть в футбол. Это посылкой, чтобы повредить какой-то элемент. Ну, разве что камни. Там уже надо быть аккуратнее. Так. Что она из себя представляет? Это просто кусок алюминия, я так понимаю. Здесь все металлическое, за исключением этой рукояти, вот этого фиксатора и вот этого барашка. Давайте я возьму рулетку, чтобы показать вам расстояние. То есть максимальное расстояние здесь, давайте вот так просто прикину, где-то около 5 сантиметров. Это будет 5 сантиметров. Здесь 5 в плюсе, но надо не забывать, что вот эта шайба, она до конца не опускается в потай. Поэтому будет 5 сантиметров. То есть вам надо, чтобы стол был не больше 5 сантиметров, чтобы прижать эту точилку. Так, дальше у нас вот здесь крепление. Штанга очень небольшая, то есть максимальный угол заточки здесь будет небольшой, но он будет ограничен только длиной штанги. То есть меняем штангу и получается увеличиваем максимальный угол заточки. А вот что касается минимального угла заточки, мне кажется, он здесь будет очень крутой в силу вот этой конструкции точилки. поскольку здесь в принципе ничего нигде не мешает, поэтому я думаю, здесь будет очень крутой минимальный угол заточки. Так, я смотрю сейчас на качество, реально очень сделано красиво. Красиво, нет никаких брачных элементов, нет царапин даже, нет каких-то недоработок, все сделано просто отлично. Ну, сами смотрите, покраска здесь идеальная. Единственное, что возможно кому-то не понравится, это острая грань. То есть здесь они не там полированные, а такие просто как есть. То есть острый угол среза, здесь нет фаски. В принципе, здесь на губках есть резинки наклеенные, это очень хорошо, но не вижу на нижней губке. То есть на верхней есть резинка, а снизу, наверное, нет, нет. Почему не наклеить снизу, не знаю, поскольку если бы была снизу, мне бы даже не пришлось бы наматывать скотч на лезвие ножа, а ее здесь нет. Но я, конечно же, и сам могу это сделать, в принципе, здесь нет, я могу просто наклеить скотч на нижнюю губку, и я, наверное, так и сделаю. И не придется постоянно наклеивать, или кожу даже, лучше кожу, наверное, наклеить. Мне придется постоянно наклеивать скотч на лезвие ножа. Ну что же, в принципе, качество отличное, все работает, посылку буду закрывать, я пока всем доволен. Но давайте еще проверим, как происходит фиксация ножа, как крепится эта точилка, какой минимальный, максимальный угол заточки, соответствия углов заточки на обе стороны. В принципе, это не надо проверять, поскольку здесь мы просто переставляем нож. То есть, всегда будет соответствия углов на обе стороны. Единственный нюанс будет, если у вас неровный нож, поскольку, если у вас геометрия ножа неправильная, соответственно, когда вы переворачиваете нож, будет меняться угол заточки. А если она правильная, она всегда будет соответствовать одной стороне и другой стороне, поскольку здесь нож невр... здесь нет поворотного механизма. И это и плюс этой точилки, и минус. Плюс в том, что нет элементов, которые будут изнашиваться, которые будут со временем какие-то неточные. Сила простоты этой конструкции, она очень надежная. Должна быть, как оно будет, будем смотреть, и как оно все работает, так же будем сейчас смотреть. Но это, я думаю, что плюс еще и в том, что если вы так же, как я, там смотрите на результат заточки, или показываете, вернее, результат заточки под микроскопом, я показываю, мне нужно всегда доставать нож из точилки. И доставать нож из точилки с поворотным механизмом не так удобно, как здесь. Просто отодвинули, достали нож, прижали обратно. То есть, здесь будет все намного проще. Вот, когда я увидел эту точилку, я подумал, вот, очень интересный вариант, поскольку хороший будет минимальный угол заточки, хорошо будет быстро доставать нож, смотреть результат, показывать результат под микроскопом, и назад устанавливать нож. Как оно все на самом деле, давайте будем проверять. Возьмут только подставку под эту точилку. И так, как вы могли уже заметить, собирается эта точилка, и устанавливается очень легко и просто. Ничего сложного здесь нет. Сейчас же мы будем проверять минимальный и максимальный угол заточки для вот этой конструкции, для вот этого станка для заточки ножей. проверять соответствие углов заточки на обе стороны ножа я не вижу смысла, поскольку вы всегда будете устанавливать нож на вот эту поверхность. То есть, либо вот так, либо вот так, вы устанавливаете нож на вот эту поверхность, которая не изменяет свой угол при повороте ножа на другую сторону. Поэтому, если разница в угле заточки и будет, это либо причина в том, что вы неправильно установили нож, либо причина в том, что у вас неправильная геометрия клинка, то есть, спуски неровные, или же просто какая-то сложная геометрия клинка. Для этого надо будет компенсировать угол заточки с помощью шарнира. Это, я думаю, понятно, поэтому проверять соответствие углов заточки для точилки без поворотного механизма нет смысла. Что касается минимального угла заточки. Мы будем проверять его на вот этом ноже сантоку. Это один из самых широких ножей на кухне, за исключением только кухонный топорик, он еще шире. А вот это расстояние от точилки до края кромки, оно влияет на минимальный угол заточки. Поэтому, чем дальше вы вот так установите нож, тем меньше будет угол заточки. Чем глубже вы его установите, тем больше будет угол заточки. Я думаю, это понятно. И здесь есть ограничения, то есть, вы всегда сможете вот так устанавливать нож. Для чего это? для того, чтобы не изменялся угол заточки. То есть, вы всегда имеете какой-то предел установки этого ножа. Если вы его установите так, потом оборачиваете на эту сторону и опять так, угол заточки для обоих сторон будет соответствовать. Но, не надо устанавливать вот, например, одна сторона так, другая на вот этом расстоянии. Почему? Поскольку будет несоответствие в угле заточки по сторонам. То есть, симметрия не будет сохраняться. Поэтому, если вы установили нож вот так, на эту сторону, сделайте вот здесь метки. И, когда будете переворачивать, на том же расстоянии устанавливайте его вот так. То есть, здесь также должны быть метки, которые соответствуют вот этим меткам на другой стороне. Я думаю, это понятно. Поэтому, когда вы будете менять нож, вы каждый раз будете на том же месте его устанавливать и будет соответствовать вам углу заточки на обе стороны. но, если вы решитесь так, как сделаю я сейчас, зажать нож на вот каком-то минимальном расстоянии. Для чего я это делаю? Для того, чтобы увеличить, или уменьшить минимальный угол заточки. Поскольку будут какие-то ситуации жизненные, когда надо будет заточить, ну вот, минимальный угол заточки, я хочу знать предел вот этой точилки. Для этого я устанавливаю так, чтобы этот нож не болтался. Кстати, для каждого ножа, для каждой толщины будет какое-то свое крепление. То есть, вращая вот этот пластиковый хомут, мы уменьшаем, усиливаем зажатие или уменьшаем его. И если нож тонкий, надо уменьшать. Если нож широкий, толстый, вернее так, надо увеличивать это при сжатии. Ну вот так. Пускай будет так. Это только для определения минимального угла заточки. То, что здесь очень легко и просто доставать и устанавливать нож, это факт, и это мне нравится. Единственный недостаток, как мне кажется, это то, что вот эта рукоять из пластика, почему ее не сделать из алюминия или из какого-то металла? Поскольку так было бы, мне кажется, надежнее. Я понимаю, что так бы увеличилась цена этой точилки, но я хочу, чтобы была такая возможность в выборе. Это было бы прикольно. Но я знаю, что эти хомуты, они продаются, вот эти рукояти, они продаются отдельно. Металлические, там, для велосипеда и другие там хомуты есть такие. есть много их вариантов, поэтому я думаю, можно будет подобрать в случае необходимости металлическую. Но я этого делать сейчас не буду, поскольку у меня рабочая пластиковая, и я надеюсь, что она будет работать и дальше. Так, смотрите. Как же определить минимальный угол заточки или как выставить вообще угол заточки на этой точилке? Дело в том, что я не знаю, от какой поверхности делать обнуление на этой точилке. Я думаю, что такой поверхности здесь нет. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях, от какой поверхности надо делать обнуление. Я же думаю, что надо делать обнуление от ножа. И если бы это был вот такой нож, у которого сканди спуски, есть ровная поверхность, да, это было бы правильно. Но здесь у нас спуски от обуха. И когда я устанавливаю угломер вот так, у меня есть какая-то величина вот этого спуска, какой-то градус, на который будет несоответствие в угле заточки. То есть, на вот это, на вот это значение угла надо будет увеличивать угол. То есть, добавлять вот это значение до того угла, который у нас получится. Если получится, например, минимальный угол заточки там 10 градусов, нам надо добавлять 1 градус, поскольку я знаю, что угол спусков вот этого ножа это 2 градуса, то есть, 1 градус на сторону. А нам надо будет добавлять только 1 градус. Для того, чтобы это проверить, мы просто устанавливаем, давайте покажу вам, как определить угол спуска, просто устанавливаем на какую-то ровную поверхность, обнуляем угломер. Еще раз. Вот так. Просто в предыдущий раз поспешил. Достаем нож, вот так, устанавливаем его на ту же поверхность, устанавливаем нож и видим вот эти 2 градуса. Приблизительно 2 градуса угол спусков, то есть, по 1 градусу на сторону. Это не точное значение, поскольку я двигал только что вот этот стул, а его нельзя двигать до момента определения вот этого градуса. То есть, если вы сделали обнуление вот на таком расстоянии, тогда надо и устанавливать нож так же вот здесь. Ну вот, 2 градуса получается. 2 градуса общий спуск или 1 градус на сторону. Что это значит в нашем случае? А в нашем случае это значит, что несоответствие углов заточки у нас получится, вернее, несоответствие, а угол заточки, который мы определим, у нас будет на 1 градус отличаться от реального угла заточки. Вот так мы устанавливаем так надо прижать вот так. Устанавливаем нож, делаем, вернее, угломер на нож, делаем обнуление, убираем угломер, устанавливаем наш брусок так, чтобы не происходило касание к телу точилки, то есть смотрим какой минимальный будет угол заточки. Вот он, этот минимальный угол заточки, мы не касаемся к телу точилки и можем спокойно точить этот нож с помощью этой точилки. И теперь мы устанавливаем угломер сюда. Кстати, здесь нет поверхности, на которую можно установить этот угломер. И это получается у нас 6,6. 6,6 градусов на сторону. Но мы знаем, что здесь есть 1 градус в отличие, поэтому это будет 7,6 градусов на сторону. Это общий угол заточки меньше 15 градусов. 6,7, пускай даже 7,14 градусов. Вот давайте считать 14 градусов минимальный угол заточки. Это очень круто, поскольку большинство ножей, даже каких-то японских, затачивается минимальный угол заточки 15 градусов. А здесь можно для этого ножа сделать 14 градусов. Но есть такая возможность, но будет ли кто-то пользоваться этой возможностью, это такое. Но нам надо это знать. А теперь давайте определим, какой же здесь максимальный угол заточки. Для этого поднимаем шарнир вверх, и мы можем еще сделать вот такую хитрость, то есть его поднять еще больше, вот так, и получится вот у нас максимальный угол заточки. И это будет у нас 33, плюс 1, 34 градуса на сторону. Это огромный угол заточки, если говорить о максимальном угле заточки. Так, в принципе, что я могу сказать о точилке. Шарнир мне понравился, но, возможно, кому-то не понравится то, что он шумный. То есть, слышите, если кому-то не нравится, просто надо поменять вот этот линейный подшипник на линейную втулку из капрона или из бронзы или еще из чего-то, чтобы уменьшить вот этот шум, звук. Или же просто установить, я думаю, можно вот сюда какие-то капроновые тонкие шайбы. Также будет уменьшение звука, поскольку не будет вот этого. Ну, я думаю, что больше звука здесь идет от движения штанги по шарикам. Что касается люфтов, во время заточки, я думаю, люфта не будет. Вот, видите, все двигается очень плавно и хорошо. Но мы это все будем определять, когда будем затачивать нож. Из плюсов это то, что простая конструкция, надежная конструкция, за исключением, ну, вот, единственное подозрение у меня или какое-то там недоверие небольшое к вот этой рукояти, я бы хотел, чтобы она была из алюминия. Но, возможно, я и ошибаюсь, и здесь все очень и очень надежно. А так, конструкция максимально простая, надежная, что касается, вот, кстати, вот, кстати, штанга здесь минимум, то есть, для вот такого ножа это минимальный передел. Я бы хотел, чтобы она была длиннее. Почему ее не сделать длиннее, ну, не знаю. У меня, конечно же, хватает вот этих штанг, я могу совершенно спокойно поменять, но она должна быть длиннее, эта штанга. Поскольку, если вы будете точить какие-то длинные ножи, если вот такой нож, да, без проблем, всегда выдвигаете вот так в большинстве случаев. Но если вам придется заточить какой-то очень длинный нож, да, я его еще даже не по центру установил, поэтому вот здесь будет какая-то крайняя точка, но все равно она должна быть длиннее, хотя бы на 5 сантиметров длиннее. вот эта штанга. Это еще один из таких как бы недостатков этой точилки, который я определил вот сейчас, на этот момент. Что еще? В принципе, так больше, наверное, ничего. А, еще недостаток. Давайте уже о недостатках поговорим. Это первый недостаток. Эта штанга должна быть длиннее. Второй недостаток это не только этой точилки, а в принципе, точилок без поворотного механизма, нет поверхности, от которой делаете обнуление. Хотелось бы, чтобы такая поверхность была хотя бы вот здесь, то есть поверхность, которая соответствует поверхности, на которой мы устанавливаем нож. Тогда нам было бы проще, возможно, поскольку не всегда будет возможность установить точилку на, вернее, угломер на нож, поэтому я, возможно, что-то придумаю потом, чтобы было проще выставлять угол заточки. Это второй недостаток, то есть нет первой штанга, второй нет места под угломер. И давайте уже это также отнесем к недостаткам, лучше бы здесь была алюминиевая ручка. Вот так. А из плюсов я могу отметить то, что здесь, во-первых, максимально простая конструкция, она максимально легкая. Мне очень понравился этот шарнир в наличии вот этого линейного подшипника, который можно поменять в случае необходимости, если кому-то не нравится вот этот звук. Наличие крепления на два бруска также мне нравится. Мне нравится вот эта рукоять, мне нравится, только я привык к таким рукоятям, мне нравится работать с такой рукоятью, это также в плюс. Мне нравится то, что здесь нет элементов, которые могут со временем выйти из строя, а также в силу ее простоты. А также мне нравится быстрая фиксация ножа, то есть я могу достать и зафиксировать нож. Здесь же и минус, то есть отсутствие поворотного механизма, но это не для всех будет минус, поскольку, повторюсь, наличие поворотного механизма это дополнительные проблемы, поскольку он может выйти из строя. Со временем могут появиться какие-то люфты, могут быть неточности в поворотном механизме и вращении ножа на разные стороны, а здесь такого нет, поскольку здесь всегда все на том же месте. В принципе, на сегодняшний день вот такой отзыв. Что касается брусков, мы их будем проверять во время заточки с помощью этой точилки. А так, вот такой вариант точилки. Кто что думает о этой точилке, буду ждать ваши комментарии, будет интересно почитать, и очень скоро вы увидите у меня уже непосредственно заточку ножа с помощью данной точилки для заточки ножей. На этом все, всем мира, добра и любви. Субтитры создавал DimaTorzok